всем добрый день поднимаюсь к себе на работу глаза чешутся ужасно прям аллергия прям страшно думаю улицы вымыли у меня здорово классно улица чистая и зато окна мои смотрите тоже помыли можем можно так сказать я это уже вымола это блестит а это пипец работы прибавилось вот стою мою брови что ли покрасить а то не ресниц не глаз ничего отключение что прям как комару курсе вообще ужас какой-то так что так буду окна мыть и клиентов ждать будем ждать клиентов да да покрасила брови и не говорите что сильно черные они все смоется в первый день всегда так потом смоется и все будет нормально потому что если я их покрашу более бледно они мне не будут держаться и неделю общую знаете у меня второй или третий день прям вот тут зуб как-то не болит но как там себя неважно чувствует скажем так он последний вот тут у меня и пару лет назад я почувствую что там какая-то дырка пошла к зубному говорю у меня там дырка он не посмотрел сделал снимок там все как полагается и говорит это у тебя не дырка это тебя нижний зуб подстроил верхний зуб под свой в общем размер да вот он как вмятину сделал за чтобы нижний хорошо вписывался в верхний горит никакой там дырки нету все нормально здоровый зуб и вот два дня назад как-то вроде бы что ли болит и не болит знаете какое-то чувство такое новое скажем так я сегодня пыталась с утра туда зеркало запихать телефоном сфоткать вот и никак не мне удавалось мне снять вроде бы залезя ну почти увидела нет никакой черноты ничего нету сейчас я запихала туда палец и начала обследовать этот зуб на наличии я знаете у меня были какое подозрение что он как бы раскололся напополам что ли причем вот у меня он меня тревожит не с этой стороны а вот с этой вот где уже там конец и я думаю что он там в общем раскололся или как-то там но сейчас я залезла пальцем в этот зуб ведь начала его щупать и оказывается это у меня не зуб болит а рядом десна и у меня такие подозрения начали пробуждаться что это растет зуб вот этот мудрости у меня нет ни одного зуба мудрости они говорят когда растут это очень больно и они не нужны их нужно потом удалять все равно и вот я везде вот этим пальцем на этот зуб тыкала пыкала нигде нет никакой расщелины и он не болит не нажимаем на него ничего а вот десна рядом да она как бы нажимаешь на нее и как будто знаете вот резь какая-то не больно вот постоянно какая-то как это малейстика как как беспокойство вот у кого зубы есть такие вот эти вот мудрости как они лезут расскажите мне просто нет ни одного и вот такой у меня создается впечатление что вот он лезет у меня блин пипец ну придется вылезет пойду к зубному пускаем это выдирает и вот я так у меня мысли гонял по поводу этого зуба что всю ночь я такое знаете в полудреме мне когда какие-то мысли тревожные ли что-то я и так плохо сплю а вот с мыслями тревожными я вообще не сплю то есть сплю но постоянно думаю об этом и вот я ночью представлял каким что мне нужно идти обязательно к зубному к зубному я хожу каждый год на чистку ну естественно они там смотрят если что-то плохое или или что-то вообще зубная тема это знаете я зубы не лечила очень долго потому что я такая трусиха я так боюсь лечить зубы я знаю что это не больно я но подсознание все равно ты хоть того тресни я когда сажусь на кресло у меня уже все у меня там уже и давление и и обморок и все на свете врач говорит да это не больно я прекрасно все знаю но ничего не могу с этим поделать дрожь во всем теле и предограничное состояние даже если на чистку иду хотя чистка мне всегда больно дается у меня чувствительные десна и все равно это боль я боюсь идти на нее и вообще и и вот я не знаю почему такое чувство и вот придется представляете тим наверное но хорошо хоть потому что я прям хорошо обследовал этот зуб пальцами там я кстати вчера ногти себе подпилила не люблю сину ногти очень быстро растут у меня и когда слишком длинные они очень мешают мыть голову и и укладывать и вообще вот я боюсь какой повредить клиента ногтями а вот зубом представляете всю ночь вот представляла как я иду к зубному как мне будет страшно больно неприятно еще этот крайний зуб рот надо раскрывать народ небольшой поэтому часто вот тут вот начинаются порывы такие рвут меня зима ну представляете вот так вот такая вот у меня проблема сегодня я еще поставила себе серу усики убрать у таракана увидите я не усатая то есть у меня нет никакой бороды но пару усиков каких-нибудь вообще не люблю никакую вот растительность на лице поэтому чем пинцетом вот это вот выдирать там какой-то несуществующий волосик я вам лучше у меня все равно серый есть для клиентов ну и себе заодно раз уж я брови накрасила то и лицо нормально уберу вот такие вот дела просто зубом у меня представляете что творится мудрый буду куда деваться у нас там как всегда небольшая пробка какой-нибудь супер-пупер не умеющий автоводитель не вписывается в поворот ну даже не дело не в том что не умеющий просто не привыкший к этим нашим мульским мужичкам вот и не вписываются я иду домой ничего не надо я вчера мужу сказала чтобы он не черешни купил картошку поэтому мне магазине надо ехать машины куда она поедет большая надо а этого караулю уже дома погрелась курочку макарошки вчерашние остались не умею я варить на один раз не знаю думаешь вроде мало а потом оказывается что много вот так все это выглядит собрала себе все кости которые были в курице это все мне и немного гаспачо осталось так что такие вот дела всем приятного аппетита чай себе правда еще заварила без чай никуда и без двух конфеток куда ж без них то очень люблю я конфетки бараночки я сегодня не поехала на пляж не захотелось сейчас пойду с чарли гулять хотя он уже походу наверх сходил погулял сам сделал свои дела лезет вот он прилез небольшой ветер будет поэтому пофеты какие-то валяются потом приду посуду помол на завтра готовить ничего не буду потому что я походу 1 ну-ка каждую пятницу дома третье я тут приделала это для пакет для бумаги там пакет для пластика кстати корзинку я вот такую купила в лидале все таки вчера или позавчера уже не помню там зацепилась и вот тут вот будет у меня вот так картошка лежать там лук вот все все шикардос это для белья лежит в общем все как надо все как у людей а вот это у меня стекло и такая прям деловая что прям мусор как это чё с ним мусором делал на брови на брови ну как у брежнева ничего подсмоется буду красивой а еще так бровь дергала чтобы он выдернула с мясом потом пошить надо немного мне кажется кажется кстати вот конфеты выделила грильяж мужу очень нравится вот эти конфеты грильяж представляете он говорит на наш тур он похоже на их труд вот ему выделила чтобы он не ковырялся в них не искал как-то мне не жарко вообще сегодня может быть потому что я нифига ничего не делала и в общем не жарко и не охота на море куда мне как-то сделать а вот я его решил опять посушить и вот в этот горшок сейчас посажу и на ваших глазах уй блин зараза смотрите сейчас в общем там у меня от этого все буду сажать час вырастет не вырастет я вот так уже сажала у меня когда оторвался от основного своего кактуса я его тоже так просушил и сразу землю посадила он там сидел месяц и ни хрена ничего он вывалился потом я вычитала что нужно просушить и посадить в воду даст корень я посадила вместе с вот этим кстати этот дал корень его посадила сюда кто-то нифига вообще я не знаю может быть видно не судьба ему расти а может быть в принципе не особо желания ты нету как хочет расти расти это тоже как-то но он после того как у меня пострадала хотя вот новые вылезли это вот вот так блин вот сюда как тусенок попала и смотрите какой фикус у меня шикарно видите это тоже в общем все растет цветет блин надо вытащить от этого от кактуса а то колит и пойдем гулять только я вышла из дома чарли где-то устрашивал выстрел и это бесполезно с ним гулять в таком состоянии поэтому я возвращаюсь домой он не хочет просто идти он постоянно просится на руки корябут не все колени и в общем зачем его для него это ну не прогулка просто сплошной стресс поэтому я его сейчас оттащу домой такая получилась прогулку нас хорошо хотим начали стрелять за полом когда мы прошли причем знаете стреляет не где-то тут вам под ухом а там где-то может быть соседней деревне которые находятся в десятках километрах от нас которые я даже не слышу но это вот слышит я не так реагирую представляете сейчас у нас такая пора что праздники находятся каждый начинается каждой деревне ближе лежащий вот эти выстрелы которые помещают начале праздника они мне просто уже задал бегают но я сегодня видела вот такую рекламку оставляют ну тут вот идите этой супер соли я там увидела ополаскиватель который мне нравится мимо 7 начинает даже не выглядывает принципе я оставила павелисос работать он его не боится будет при шуме так моему телевизором оставляем так вот супер соли оставили мы оставили с предложением там находится этот как он называется ополаскиватель и вот хочу его взять там чуть на юр дешевле по моему почему бы не хватить да как раз у нас на ходе я все думал как бы мне туда сходить потому что знаете он стоит около трех евро меня жаба душит за 3 евро взять а если за 2 то нормально такая вот экономика должна быть экономной еду я только сегодня думала как бы мне это сделать внутри детей стреляют кстати с той стороне где нагулялся пришлось вернуться еще раз за кошельком я собак это гулять еду без кошелька и хотела сейчас вспомнила хотела вам сказать большое спасибо за ваши комментарии за поздравления за все на свете вот мы никуда не ходили отмечать потому что я уже говорил нас есть традиция семейная мы не изменяем мы ее соблюдаем традиция это ругаться в этот день и так что у нас я не знаю как так получается вы знаете но вот именно в этот день может быть найти может быть это и моя вина потому что я знаю что то жду такого гран громадного что что-то должно свершиться а потом от неудовлетворенности а вот и вымещаю свою злобу на мужа как это обычно бывает наверное мне кажется но если не в каждой семье то в 90 случаях просто не все об этом говорят мне скрывать ничего потому что наша семья не идеально я вообще мне кажется идеальной семьи нету поэтому что естественно то не безобразно вот но милые броняться только тешится поэтому не первый раз и поэтому мы никогда никуда не ходим и никогда не отмечаем ой блины смех и грех хотя я встретил на мы встретили на это когда есть ездили в порт встретили родственников всех там их человек 20 наверное было они все пошли пить пиво но естественно меня не было никакого настроения и мы приехали домой не так жарко было душно что я вообще не хотела не пить пиво с ними тем более ночь надо худеть вот и мы никак не отмечаем этот день вообще я не люблю вот знаете такие праздники которые вот прям вот надо их отмечать кроме нового года я не люблю день рождения отмечать я не люблю я вот у меня это как подарки я люблю подарки дарить господи ты что ж ты так орешь я люблю подарки дарить когда мне это в голову сбредет а не потому что это как у кого-то день рождения или какой-то праздник блин мотоцикле задолбали так и праздники мы кстати в это выходные ко что собираемся делать так что подписывайтесь на канал чтобы нас не пропустить вот просто так сидишь сидишь а давайте встретимся давайте и все и так веселее получается чем учета г чем что-то загадывать что-то делать ну по крайней мере мне так кажется как там у других может многие люди любят планировать праздники там за месяц за два так я уже почти вышла в центр прошу вернусь по магазинам раз уж выдалось такое время чарли дома прямо он такой радостный забежал быстрее побежал домой я ему дала свою вкусняшку думал он расстроится нифига он уже все забыл с пылесосом там дружный телевизор включила первый канал ой не могу там у нас начинается центр я в один на той неделе ходила когда кое-какую мальчику присмотрела мужа в этом в пулбери и сейчас хочу посмотреть если она там не выкупили ее ну а потом зайду в супер соль за ополаскивателем который мне нравится там покажу ходила я ходила кружилась по центру прохожу мимо магазина с парикмахерскими принадлежностями и тут до меня доходит что у меня на работе нет лака и пенки представляете вот как прям специально меня кто-то был то подвел к этому магазину потому что если бы я сегодня не купила то мне по-любому завтра нужно было бы бежать покупать потому что не лака вообще там наверно для головы осталось я лаком вот таким пользуюсь на работе это от шварцкоп пенка мне не нравится шварцкопа мне вот это нравится расходуется мало я все суперская для укладки класс и вот такой купила ополаскиватель зашла и вот лак сейчас накрашу ужин сегодня яблоко у меня сейчас начнется последний герой финал и больше не будет последний герой что смотреть будем выбирать что-нибудь придумаем так что буду с вами прощаться до завтра скажи всем пока 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 надо мне там подшить мои шорты лежат на меня чтобы на виду иначе забуду а кстати лак вам не показал но его не видно сейчас темновато он такой как бы сиреневый бежевый что ли в общем завтра вам еще получше покажу так что всем пока пока до завтра